Всем привет! Вы в футбольном клубе, я Василий Уткин. Мы встречаемся на моем YouTube-канале, где я могу делать все, что моей душеньке будет угодно. Я напоминаю вам об этом сегодня, потому что вам предстоит громокипящая неделя. У нас ожидается 4 премьеры на канале вот в этих самых рамках, а может быть и больше. 4 такой минимум. Именно поэтому я, впрочем, об этом я поговорю позднее. Будем говорить сейчас о чемпионате России по футболу, но не только. Я должен вам признаться, что я испытываю колоссальное разочарование от чемпионата России. Вот от этих трех туров плюс матча за суперкубок. Почему? Я вообще стеснялся об этом говорить, потому что чаще всего это означает, ну вот, мне не угодили, только захочется чемпионат мира, а происходит что-то непонятное, голов мало, голы забивают не те, где звезды и так далее. Друзья мои, дело совершенно не в этом. Именно поэтому я и стеснялся. Но вот сейчас, по прошествии трех туров, я готов донести до вас очень простую мысль. Понимаете, дело не в том, что мне не угодили, ну или вам. Дело совершенно в ином. Я не очень понимаю, чего добиваются футболисты, выходя на поле. Чего им, собственно говоря, не хватает для того, чтобы показать красивый футбол, в который они все, поверьте, я проверял, в разных поколениях спрашивал. Они все любят в него играть. Вот смотрите, суперкубок России. Случаются две команды, которые выиграли прошлогодний чемпионат. Одна выиграла титул чемпиона, а другая выиграла, ну просто жизненное и важное попадание в Лигу чемпионов. Я имею в виду ЦСКА. Ведь команда стояла на грани банкротства. На эти две команды в чужом им городе собирается полный стадион. И мы не видим никакого азарта. Мы ждем Вендера на Чорлоку, который только что женился на своей хорватской подруге, который вернулся после того, как сыграл в финале чемпионата мира. Мы ждем Локомотива с новыми идеями. В конце концов, Локомотив неплохо отдыхал, ведь его футболисты не так уж, чтобы особенно перетруждались на чемпионате мира. Они в этом не виноваты, но тем не менее. Мы ждем от ЦСКА какой-то молодой страсти. Даже не важно, что под этим подразумевается. Мы выйдем в скучнейшую игру в голодоподательное время. Ну ладно, предположим, теперь это такой действенный способ воспитания молодежи. Ребята, работайте потно, играйте скучно. Ну как все это? Хорошо учитесь, получаете пятерки, и тогда у вас все будет хорошо в жизни. Допустим так. Потом вступает в дело Спартак. Игра с Оренбургом. Чудовищное зрелище. Понимаете, мы любим Спартак. Я люблю Спартак. Но я же люблю еще и вяленую воблу, например. Я не люблю смотреть, как она вялится, понимаете? Вот игра Спартак и Оренбург, это примерно зрелище того, как вялится вобла. Захватывающе, правда? Если на очень-очень ускоренные макросъемки, две недели сжатые примерно в три минуты. Вот, ребята, хочу вам показать, как наша рыбка сушится. Потом игра Спартак и локомотив. Боже мой, они так увлеклись толканием друг с другом плечами, бедрами и локтями, что, по-моему, забыли, что меч должен хотя бы иногда попадать в ворота. И мы занимаемся тем, что глубокомысленно рассуждаем, подойдет ли Крехове к локомотиву. А этот Креховик просто не может попасть головой по мячу на последней секунде матча, что от него, как от опытного футболиста, требуется, если бы даже проснулся за три секунды до этого в три часа ночи. Понимаете, я не снобирую. Вам легко меня упрекнуть снобизмом, но я, честное слово, этого не делаю. Я не говорю о том, что мне не угодили. Я обращаю ваши внимание на то, что уже вот раз, два, три, четыре повода показать себя ярко. Раз, два, три, четыре, пять. Уже три десятка футболистов вовлечены в это, казалось бы, желание показать себя ярко. И пока еще ни один не сделал шага в этом направлении. При этом в первых двух турах сдержанно хвалят «Зенит». Вот Сергей Богданович Симак, я без ироний говорю, нащупывает какие-то связи, выпускает одних, придерживает других. Вот Нобуа и Порыдаст вроде как-то нащупывают взаимодействие. И мы даже не обращаем внимания на то, что оба они довольно-таки легковесные игроки в середине поля. Кто же будет за ними крыть землю и грызть ее зубами? И вот, в конце концов, «Зенит» в своем прекрасном виде, развивающийся «Зенит», встречается в Минске с «Динамо» и получает 0-4. И вот тот же самый «Спартак», которым мы говорим, ну да, постепенно. Сейчас придет Роман Еременко, порядок наведет. Сейчас еще, в конце концов, не все пришли в строй. Вот еще «Селихов» наберет силу, Визавет вместо в воротах. Вот еще то, еще сё. И вот «Спартак», ведя в счете 2-0 в матче, квалификационному матчу Риги Чемпионов, впадание в которую сурит «Спартаку» 20 миллионов долларов, «Спартак» упускает преимущество в два мяча, хотя казалось бы, что проще засушу игру на греческой жаре. Вспомните опять ту же самую вяленую воблу. Въезд в Россию, я говорю о Криховике, и ком-то еще не возбуждает. Борьба за падание в Лигу Чемпионов. Ну, какая-то тоже все это, все рутина, рутина, рутина. И, в конце концов, «Зенит» еще получает, наверное, самое позорное поражение за свои последние годы в Минске от «Динамо». При этом еще болельщики имели глупость пройти по Минску с громким маршем о том, что, в общем, мы «Зенит», а вы известная субстанция. Но согласитесь, терпению подходит определенный конец. На этой неделе мы ожидаем реванша от «Зенита». Что-то пока не очень верится в эту латынь. Мы ожидаем, что «Спартак» покажет зрелый и классный футбол в матче с «Пауком». Ну, дай-то бог, но что это будет означать, в конце концов? Мы же уже узнали, что молодой вратарь «Спартака» Максименко оказывается первым чуть ли не с 50-х годов, который первые три матча в чемпионате провел на ноль. Да, но этот рекорд принадлежал вратарю Вальтеру Санае в 50-е годы. И, поверьте, в промежутке между этими три матча он не ездил в Грецию и не получал там три. И поэтому этот рекорд был значим. А нынешний рекорд – это не более чем арифметический казус. Проходит буквально пара дней после любого из этих событий. И мы снова начинаем ворошить цифры, ставить футболистов друг к другу под углом, менять их местами, говорить, что было бы, если бы кто-то вышел на замену. А ведь выясняется, что ничего-то и не изменилось, если бы кто-то вышел на замену. Вот про «Локомотив». Ну, правда же, не хватает команде центр-форварда. Ну, этот Эдер – страшная абуза. Непонятно почему выкупленный. Его бы бесплатно отдали. Его бы еще проводили до Москвы. Но его купили, ну, слава богу, пускай, но играть-то впереди было некому. И вот появляется Федор Смолов, игра в Оренбурге, третий без голов. Ой, я ведь помню, как «Локомотив» 7 матчей однажды не забивал подряд в стартовых турах. И тоже был под руководством Юрия Павловича Семина. Кстати, о Юрии Павловиче Семине – это же моя любимая тема прошлого года. И вы мне все ставите на вид, что вот, Вася, ты сколько говорил про Семина, а он взял да выиграл чемпионат России, а он такой-то он сякой, друзья мои. Я ведь про Юрия Павловича Семина от вас не принимаю только одного аргумента. Я не считаю его святым. Кроме того, я вам говорю, что «Локомотив», наверное, добился бы большего, если бы у него был еще и сильный тренер. Я же не говорю, что «Локомотив» не может все равно выиграть чемпионат России. Послушайте, у «Локомотива» в чемпионате России конкуренты. Одна команда, в которой тренер – Каррера. Значит, одного тогда уволили, второго не взяли, Каррера был под рукой, его назначили. Каррера до этого момента главным тренером на высоком уровне не работал. Ну вот Каррера все имена опередил. В «Зените» три года, а вот это непонятно кто, непонятно каким образом назначенный. Люди с именами, реально из себя ничего не представлявших именно в «Зените». Вот их опережал «Локомотив». ЦСКА все это время плавно и красиво стареет, как актер Дональд Сазерленд. Понимаете, все привлекательнее и привлекательнее был. Сейчас резко вот там омолодился. Я не знаю, риснет ли Сазерленд на это, но в конце концов у ЦСКА пока получается. Вот их тоже опередил «Локомотив». Команду, которая в 14 футболистов играла на всех мыслимых фронтах. А еще «Локомотив» опередил «Краснодар», который все борется и борется, не может понять, что ему важнее. Серьезная команда или «Краснодарская идентичность». Ну тоже, в общем, понятная дилемма, но все-таки я же говорю, вот это тот фон, на котором разыгрывается чемпионский титул в России. Я не говорю о том, что сегодня не должен был его выиграть. Нет, никоим образом, друзья мои. Я просто говорю о том, чего значит этот титул. И я всего лишь навсего имею в виду, что чемпионский титул в России сегодня значит не то же самое, что он значил, допустим, когда Сполетти работал в «Зените» первые два года. И не то же самое, когда Слуцкий работал в ЦСКА, когда команда все еще шла на взлет, а не на спад. И не то же самое, когда у Бердыева была команда, способная претендовать на титул. Звание чемпиона России разыгрывается каждый год, а годы они не одинаковые. И я не знаю, чем будет стоить чемпионство в России вот в этом сезоне. Сейчас «Локомотив» и ЦСКА стоят на вылет. А это две команды, которые вообще-то представляют Россию в Лиге чемпионов. А они внизу. Вам не кажется, что турнирная таблица немножечко перевернута? Вам не хочется посмотреть на него как-то вот таким вот образом, да, вот что-то милое смотришь искоса, низко голову наклоня? Ну, если даже вам это удастся, то все равно вы ведь себя переворачиваете, а не таблицу чемпионата России. Поэтому я хочу верить, что в конце концов все это куда-нибудь разгонится и покатится с хоть сколько-нибудь вдохновляющей силой. А пока я вам признаюсь, самое яркое впечатление на старте чемпионата России для меня – Ростов. Да, Ростов, это тоже характерно. Ростов ведь середняк, и он не более чем команда, которая наконец-то разобралась в себе и расставила все по местам. Я очень рад за Карпин, у него приличная команда. У него те, кто должен бежать, бегут. Это Паршевлюк из копицев на флангах. У него тот человек, который уже не может бежать, так как он бегал в прежние времена, Тимофей Калачев. Он сместился ближе к центру и отлично оттуда раздает свои диагонали. У Ростова центр-форвард Сигур Дарсон, который, между прочим, по-моему, один из лучших подыгрывающих центр-форвардов в России. Да, вот они сейчас проиграли крыльям. Если бы Сигур Дарсон еще и был настоящим центр-форвардом, забивным, наверное, им было бы проще забить в ситуации массового окружения штрафной крыльев советов. Но Сигур Дарсон больше ориентирован на контратаку. В этом его плюсы выглядят ярче. Ну что поделать, вот так уж получилось. Да, Ростов – это не топ-команда, но когда в России, где денег становится все меньше и меньше, показывается пример того, как команда может прибавить, просто разобравшись в себе, просто не делая долгов и ставив футболистов на свои места, я считаю, это очень действенный пример. Я желаю Ростову всяческой удачи в этом сезоне. Хочется за него смотреть. В этом смысле меня поражение от крыльев даже немножко вдохновляет, потому что Ростову самое главное не зазнаваться и не заедаться. Пусть остается грозой авторитетов. Я не ожидаю от Ростова, что он станет чемпионом России или сыграет триггий чемпионов. В общем, мне очень хочется кого-то похвалить в чемпионате России, но пока не получается. Ну а кого в конце концов? Вот говорят ЦСКА, посмотрите, они бьются несмотря ни на что. Ну что же за несмотря ни на что такое в конце концов? Вот Федор Чалов еще весной был кандидатом в сборную России на чемпионат мира. А сейчас он, наверное, в каждом матче падает поворотом. Ну что же за центр-форвард такой? Вот Кирилл Набабкин мучительно пытается открыть себя в роли опорного полузащитника. И три игры вроде как получалось. На самом деле просто не было провала. Провал он вступил в четвертой игре ЦСКА в сезоне. Набабкина удалили. Прекрасно. К сожалению, в России нет ни одного клуба, ни большого, ни маленького, в деятельности которого можно было бы вычинить какую-то последовательность, какой-то вот просчитанный более-менее путь. Но если не считать пути по линии, так более или менее самодурства или особенностей личности своего владельца. Как это можно сказать о Краснодаре или о Спартаке. Вот в Спартак приходит Роман Еременко. А вроде снимания, кстати говоря, какое лицо на презентации Романа Еременко у генерального директора Спартака Сергея Родионова. Такое ощущение, что перед процедурой фотографирования Роман Еременко угостил Сергея Родионова горстью каенского перца. И Сергей Родионов не смог отказаться. А главный тренер Карера спокойно говорит, что да, игрок хороший, но вообще-то главным победительным мотивом было желание владельца его приобрести. Вот нравится его Роман Еременко и все тут. Мы в эгрессе так не поступаем, между прочим. А это московский Спартак, ему в Лиге чемпионов, может быть, еще придется играть. И еще хочу вернуться к «Зениту». Причем в связи с работой его пресс-службы. Одной из самых продвинутых в России на самом деле. Но чего касается эта продвинутость? Я, разумеется, говорил о пресс-службе в широком смысле этого слова, включая самые разнообразные пиар-акции. Вот прекрасно было, расписывая даже подземный переход в духе «Зенита». Что-то еще. Клубный магазин, сувенирная продукция, разнообразные мерчи. Вот послушайте, команда оказалась в сложной ситуации. Она на ровном месте проиграла 0-4. Ну, как-то же нужно это осмыслить с позиции клуба. Что-то предложить для обсуждения. Ведь негативная информация, она не перебивается запретами. Она перебивается только потоком чего-то другого, иного, позитивного осмысления, исходящего из глубин клуба. Этого не происходит. Почему этого не происходит? То есть я понимаю, почему. Но давайте остановимся на риторическом вопросе. Вот уже скоро пятый день, как «Зенит» по факту продает Артему Дзюбу или отдает его в аренду. Поступает информация из Турции, из Франции, откуда она только не поступает. Мы сами прекрасно понимаем, что Артем Дзюба, наверное, никакого интереса отдаваться в аренду Голота Сороя не испытывает. И что, в принципе, информация, поступающая из турецких газет, доверяться так же, как газете «Делоспорт», нельзя. Ну, ведь клуб этого не подтверждает и не опровергает. Клуб даже ничьими устами не заявляет, что он на Артема в этом году рассчитывает. Ну и как вот к этому ко всему относиться? Новости, они же сплетни, нарастают. Мы с вами понимаем умом, что Дзюба «Зениту» вроде бы нужен. Мы с вами понимаем при этом, что Дзюба на руководство «Зенита», в общем-то, наверное, за прошлый год существенно обижен. Но руководство «Зенита» — это же такое вот облако, там же как-то все очень размыто. Кто это руководство «Зенита», где у него рот, где у него глаза, где у него мысли, откуда, собственно говоря, оно вещает, это руководство, в чем его воля? Никто этого не знает, к сожалению. Ну и как к этому прикажете относиться? Но я, собственно, никуда не спешу, я готов подождать. Я с интересом с вами здесь общаюсь, читаю ваши комментарии. И вот тетрадочку обратно положил, хотя сегодня и не открывал. Но я ее там методично пишу, не волнуйтесь и готовюсь к каждой записи. Мне приятно, что у вас уже больше 200 тысяч на этом канале. Причем, заметьте, я не приставал к вам с навязчивой просьбой. Давайте, давайте пробьем эту планку. Я спокойно, просто я для себя решу, что раз в три недели, не чаще, я буду вам говорить, друзья мои, ну вы смотрите, ну подпишитесь, пожалуйста. Там будет проще зарабатывать на рекламе, привлекать партнеров. Счастливаться с вами чаще, опять же. Вот сегодня возьмите и подпишитесь на мой канал, если в конце концов вы смотрите его более или менее систематически. В конце концов, что такое подписка? Это инвестиция внимания. Вот в Саранске люди уже постепенно разочаровываются в том, чтобы ходить на футбол, на котором не происходит ничего подобного чемпионату мира. Возможно, подобные вещи будут происходить в Москве, а может быть и нет. Чего гадать? Я же вам говорю, на моем канале на этой неделе четыре премьеры. Все разные. Подписывайтесь, играйте в футбол. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok